МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На страже здоровья зачем нужно проходить диспансеризацию? Главное любить. В конце сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. 87 мероприятий и более 3000 участников в Сарове подвели итоги недели добра. Далее расскажем обо всем подробно. В клинической больнице 50 временно приостановлена вакцинация взрослого населения против гриппа. Это связано с тем, что заявку КБ-50 на поставку вакцины СОВИ-грипп выполнили частично. Очередную партию вакцины наши медики ожидают 20 октября. Напомним, чтобы иммунитет успел сформироваться, необходимо привиться против гриппа в период с сентября по ноябрь. Таким образом, все желающие успеют вакцинироваться до начала подъема заболеваемости. В поликлинике номер один продолжается программа диспансеризации. Пройти обследование могут все желающие от 18 до 39 лет раз в 3 года. 40 лет ежегодно. Почему важно не пренебрегать диспансеризацией и людям в возрасте, и молодым? Расскажем далее. Главная цель диспансеризации – это профилактика развития опасных болезней. Ее ежегодное прохождение поможет выявить факторы риска и обнаружить патологию на ранней стадии. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях и заболеваниях легких. По смертности они занимают лидирующие позиции. В диспансеризацию включено несколько обследований. Обязательно проверяется холестерин, уровень сахара крови, пациенту проводится ЭКГ, пациенту измеряется рост, вес. И по всем этим показателям доктор дает уже какие-либо рекомендации, что нужно отказаться от курения, что нужно снизить вес. Также врач может прописать препараты или подскажет, как предупредить развитие заболевания. Если пациенту требуется дополнительное обследование, его отправляют на второй этап диспансеризации и на консультацию к узким специалистам. С возрастом риск развития хронических заболеваний возрастает. И после 40 лет диспансеризацию надо проходить ежегодно. Но и более молодым пациентам врачи советуют не пренебрегать профилактическими осмотрами. Профилактикой нужно заниматься с молодого возраста. Не ждать, когда исполнится 50, 60 или 70 лет. Даже если нет особых проблем со здоровьем, нет каких-то наследственных факторов, нет предрасположенности какой-либо. Но пациент всегда может пройти и раз в год пройти профилактические мероприятия. Обязательно это нужно делать. Записаться можно через колл-центр 95511 или на портале пациента КБ номер 50. Напомним, по закону в день прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить работнику один выходной день. Для граждан возрасте от 18 до 39 лет раз в три года старше 40 каждый год. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Саровчан приглашают на веселые старты. Они пройдут 30 сентября в 18.00 в молодежном центре. Состав команды три человека, два взрослых и ребенок от шести лет и старше. Для участия необходимо заполнить форму в группе молодежного центра ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Каждый третий наезд на пешеходы в Нижегородской области в этом году произошел в темное время суток. Подавляющее большинство людей, пересекающих дорогу, не использовали светоотражающие элементы. Чтобы предотвратить подобное ДТП, ГИБДД Сарова в октябре проведет профилактическую акцию «Засветись». Участникам дорожного движения сотрудники ГАИ будут рассказывать о пользе светоотражающих элементов на одежде. В рамках акции 3 октября Госавтоинспекция даст старт онлайн флешмобу. Для участия в нем нужно сделать фото с призывом «Засветись» и выложить его под одноименным хэштегом на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Детская библиотека имени Пушкина приглашает детей, родителей и педагогов на День добра и уважения традиции моей семьи. Мероприятие приурочено к старту декады пожилого человека. Гостей ждут субботы 1 октября в библиотеке на Герцена 13А с 10 до 17 часов. Будут работать игровые и литературные площадки, а также библиотекеры приведут мастер-классы, а дети смогут почитать стихи про любимых бабушек и дедушек. Вход свободный, без возрастных ограничений. В Саровчане совершили восхождение на гору Казбек в рамках альпинистской экспедиции, посвященной памяти академика Юрия Трутнева. Руководил экспедиции председатель Саровской федерации альпинизма Сергей Коновалов. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ночь ураганного ветра, бутылочный лед на вершинном куполе и сильный ветер на высоте, группа из 9 человек успешно поднялась на вершину 5047 метров. Если вы не пользуетесь своим земельным участком, то чтобы сэкономить на налогах и взносах, вы можете передать его в муниципальную собственность. После город реализует его в рамках социальной программы для многодетных и малоимущих семей. О том, как отказаться от заброшенного огорода, наши съемочные группы рассказали в городской администрации. Если владелец земельного участка не пользуется им и не хочет платить за него налоги, то он может передать свой огород в муниципальную собственность. Для этого необходимо подать заявление об отказе в Росреестр. Это можно сделать через МФЦ. Если же у человека есть правоустанавливающие документы, это как правило до 2000 года, и право собственности не учтено в Едином государственном реестре прав на индивидуальное имущество, тоже такое может быть, старые свидетельства, так называемые, то ему необходимо захватить с собой документ, вот этот старый, для подачи заявлений. Это может быть распоряжение администрации соответствующего года, там 90-е года, либо свидетельства о праве собственности 92-го года выдавали такие. Если старые документы затерялись, то их можно запросить в администрации или в БТИ. С момента прекращения права на земельный участок налоги и членские взносы бывшему владельцу больше не начисляют. Но стоит обратить внимание, если у вас до этого времени накопились долги, то выплачивать их все равно придется. При наличии долгов на земельный участок отказ от земельного участка, он возможен. То есть отказались от права собственности на земельный участок, но при этом обязанность по оплате начислений, значит, она сохраняется, и, соответственно, человек уже их может оплатить добровольно после даже прекращения права собственности. Либо принудительно также после прекращения права собственности. Это в зависимости по ситуации. Если право собственности на земельный участок не зарегистрировано, но у вас есть членская книжка, то отказаться от права пользования можно, написав заявление в садоводческое управление. В этом случае огород перейдет садоводческому товариществу. А земельные участки, которые владельцы решат передать городу, реализуют в рамках социальной программы для многодетных семей. По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города в 231 кабинет или по телефону 990-37. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Самый добрый праздник. 27 сентября в России отметили День воспитателей и всех дошкольных работников. Благодаря сотрудникам детских садов малыши познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь родину. Наталья Ивановна Мальцева работает в дошкольном образовании 37 лет. Выбор в пользу профессии воспитателя сделала осознанно еще в школьные годы. Закончив Мурубское педучилище, по распределению Наталья Ивановна попала в Саров. Потом воспитатель получила и высшее образование по своей специальности. Наталья Мальцева признается, что настолько сроднилась с детьми, что в другую профессию уходить и не хочется. Ребята каждый день дарят воспитателю ни с чем не сравнимые эмоции. Были такие моменты, допустим, рождения у меня. Заранее эти старшие дети, маленькие, конечно, нет, а старшие, они уже знают, готовят какие-то подарки, спрячут друг от друга. И не знаешь, приходишь, и они вот своими этими подарками так поздравляют, воодушевляют. Очень приятно. Вот это вот были такие моменты свои, и они вот говорили, вы храните. Они даже у меня эти вот подарки некоторые до сих пор хранятся. Рисунки или поделочки маленькие. Светлана Михайловна Юняева начала свой педагогический путь с младшего воспитателя. Ребятишки вдохновили ее своим позитивом, энергией и радостью. Поэтому Светлана Михайловна решила посвятить свою жизнь детям. Отучилась на воспитателя. И теперь 8 лет работает в детском саду номер 31. Дети, они наполняют нашу жизнь добротой, светлостью, такой лаской. Ну, как-то без детей, мне кажется, и жизнь такой вот. Это такие маленькие существа, которые вот хочется вот там где-то погладить, приласкать, обнять лишний раз. Это прямо вот счастье, как говорится. Дети – это наше счастье. Каждому ребенку Наталья Мальцева и Светланы Юняева находят индивидуальный подход в соответствии с развитием, характером и потребностями ребят. Как сказали нам воспитатели, самое сложное в работе – это документация, различные планы, курсы и отчеты. Ну, а самое радостное – видеть счастливые глаза детей и результат своих трудов. Именно из-за этого воспитатели и преданы своей профессии. Прихожа без настроения, да, а дети тебя там начинают гладить, ласкать, целовать. Сразу вот настроение поднимается. И жить хочется, как говорится. Занятия, праздники, соревнования. То есть вот именно больше так практика. Вот это да. Вот это за это мне хочется сказать, что я правильно шла путь, пошла сюда работать. Канал 16 поздравляет педагогов дошкольных учреждений с их профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и любить свою профессию все больше с каждым днем. Светлана Юрунов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Сарове завершилась осенняя неделя добра. Она была насыщена мероприятиями, благотворительными акциями, а самое главное – теплом, светом и добротой каждого, кто внес вклад в развитие добровольчества в нашем городе. На подведение итогов в молодежном центре побывала и наша съемочная группа. 87 мероприятий прошло в Сарове в рамках осенней недели добра. Всего в них приняли участие около 3000 человек и более 300 организаций. Самых активных организаторы из ресурсного центра добровольчества Сарова чествовали на торжественной церемонии закрытия осенней недели добра. Были проведены такие мероприятия, как общегородской день чистоты, челлендж «Улыбка друга», акция «Капля жизни», акция «Добрые крышечки», «Дари, корми, люби», «Добрые игры», акция «Из рук в лапы», помощь ветеранам «Чистые окна», сборы помощи детским домам, сборы помощи приютам для животных, мастер-классы, интерактивные программы и очень много субботников. Каждый из сидящих в зале сотворил пусть маленькое, но чудо, проявил социальную активность и гражданскую позицию. Один за другим представители организации поднимались на сцену, чтобы получить благодарственное письмо или памятный подарок. Сразу две награды вручили Саровскому политехническому техникуму. За второе место в субботнике «Чистые игры» и активность в других акциях. У нас есть волонтерский отряд, который направлен на помощь людям с первой подгруппи, то есть это инвалиды, вторая – это уже люди с ограниченными возможностями. Помощь людям, с одной стороны, это добрые поступки и, конечно же, искренность. Весной в Сарове пройдет еще одна неделя добра, однако ждать полгода вовсе не обязательно. Благие поступки можно делать всегда и без повода. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Удобные лавочки, стеллаж с книгами, мафы, уличная библиотека совсем скоро появится в сквере у Пушкинки. Проект благоустройства бульвара в микрорайоне 16 победил в программе инициативного бюджетирования «Вам решать». Ах, как же приятно спустя 200 лет узнать, что мое имя, имя Пушкина, носит детская библиотека вашего города. В поле библиотеки оживленно. К маленьким читателям пришел великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин и его не менее знаменитый персонаж, кот ученый из поэмы «Руслана Людмила». Повод для встречи – открытие уличной библиотеки в сквере рядом с Пушкинкой. Театрализованное открытие тематической площадки детская библиотека подготовила вместе с 14-й школой. Детские библиотекари 15 лет назад въехали в это здание, и у нас сразу появилась мечта – раздвинуть стены нашей прекрасной библиотеки. Чтобы ребята могли приходить сюда не только в здание библиотеки, но и перед нашими дверями. И мы задумали, что когда-нибудь у нас будет в сквере открыта уличная библиотека. Воплотить мечту в реальность помогла программа инициативного библиотеки «Вам решать». Со своим проектом благоустройства бульвара в микрорайоне 16 Пушкинка заявилась на голосование. Сыровчане идею поддержали и отдали свои голоса за ее реализацию. В сквере проводят время не только читатели, но и ребята из 13-й школы детского сада номер 4, зрители театра «Кукол Кузнечек». Это тематическая зона, в которой будут и удобные лавочки, и беседки, и сам шкаф уличной библиотеки, где действительно каждый житель города сможет приносить и ставить в этот шкаф свои книги, прочитанные уже, и в то же время брать те книги, которые ему приглянутся, книги, которые принесли другие жители города. То есть такой своеобразный обмен, как буккроссинг. Работы по реализации проекта уже ведут. Закончить их планируют в октябре. Уличная библиотека будет открыта весной следующего года. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей.